Какие страны Украина считает своими друзьями? В Польше полиция предотвратила гонку стритрейсеров. В Польше водитель сбил ребенка и родителей. Его объявили в розыск. На польской границе можно сделать вакцину от коронавируса. Неоновый двор Вроцлава провел праздник в свою честь. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! На польско-украинской границе прививают против COVID-19 иностранцев, въезжающих в Польшу. На трех пограничных пунктах Медика Шагини, Гребина Рава Русская, Дорогуск Ягодин расположены временные пункты вакцинации. Прививку можно получить сразу после пересечения границы. А на пограничном переходе Корчево-Краковец можно сделать вакцину в мобильном пункте примерно в 30 км от границы на МОП Замехов. Пункты вакцинации и тестирования доступны круглосуточно. Привиться могут иностранцы, едущие в Польшу работать. Необходимо иметь разрешение на работу или заявление о намерении трудоустройства, а также студенты. Прививки проводятся четырьмя препаратами – Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson. Тестирование, заполнение бумаг и вакцинация займет 30-40 минут времени. Услуга, включающая тест на COVID-19 и вакцинацию, стоит 130 злотых. Сама вакцина является бесплатной. После вакцинации вы получите направление на прививку второй дозой, которое можно сделать в любом месте. В Нижней Селезии 6 июня на дороге от Сгожельца к Богатыни произошла авария, в которой погиб трехлетний ребенок, а его родители получили тяжелые травмы. Водитель скрылся с места ДТП. Прокуратура выдала ордер на арест 25-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии. Поиски продолжаются. Следователи обратились в суд с просьбой объявить его в международный розыск. Известно, что человек бежал за границу, чтобы избежать ответственности. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы. Какие страны Украина считает своими друзьями? Офис президента Украины назвал страны, которые считаются главными друзьями. Это США, Канада, Литва, Польша, Турция, а также те страны, с которыми Украина строит стратегическое партнерство, заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью на YouTube-канале «Европейская правда». Безусловно, построение дружественных отношений с соседями всегда приоритет для каждой страны. С точки зрения дипломатии, Венгрия – важный наш партнер в Европейском Союзе, сосед и страна НАТО. «Поэтому очень важная страна для нас», – заявил Сибига. Полицейские из Гожево-Великопольского предотвратили ночную гонку уличных гонщиков из нескольких десятков автомобилей, сообщил в пятницу Григорий Ярошевич из Управления городской полиции в Гожево-Великопольском. Водители собрались ночью в четверг, 10 июня. На гонке присутствовали не только местные владельцы авто и мотоциклистов, но и приезжие из других воеводств. Гонки или дрифты можно практиковать только на подготовленных для этого треках. Полицейские не допустили незаконные гонки. Они хорошо подготовились, так как ранее получили информацию о предостоящей акции. В этом году это уже не первая гонка, которую остановили полицейские. Праздник Двора Русская 46 является совместной акцией общественных организаций, учреждений культуры, клубов и художников, имеющих здесь свои студии. Все вместе они создали место для культурных встреч, творческих мероприятий, но и просто для развлечений. Помест на святоподворка родился по тому, чтобы показать мешкацам Врославия, чем на каждый день мы занимаемся и показать то, что мы способны создавать эту выженную площадку, то есть хуб культуральный, который является местом встреч, местом встреч, местом встреч, местом встреч, местом вдольных институт. Встали, а вообще святоподворка, хотя тогда это так не называлось, в 2012 году, когда здесь на этом подворке, еще тогда не отремонтировано, отбывалися пинг-пикники, то есть такие события, которые тоже отдельно были организованы через институты и подмиоты, которые имеют тут свои седзибы, и не только. И тогда это подворка просто живет и показала, что можно в этой выженной промышленной, которая есть в среде альтернативной, культуральной, организовать что-то, что будет альтернативой именно для того, что происходит в других местах в Врославе. Так, в субботу с 14.00 неоновый двор Врослава был переполнен гостями, которые могли увидеть и услышать культуру в разных измерениях. Гости могли послушать концерты, посетить выставки, ярмарку разных изделий, спектакль или просто провести время с друзьями в необычном месте города. А теперь к другим новостям. С понедельника поездки из Польши, Румынии, Монако в Чехию осуществляются без ограничений, связанных с коронавирусной пандемией. Однако для поездок на коллективном транспорте необходимо пройти тестирование на COVID-19 или предоставить справку о вакцинации. Двое польских школьников нашли кошелек и вернули его владельцу. В кошельке было всего 170 злотых и маленькая иконка. Никаких других зацепок, визиток или документов в нем не было. Поэтому парни обратились за помощью к полицейским. Как оказалось, владельцем был гражданин Украины. Он был очень благодарен, что ему вернули потерянное. И дело даже не в деньгах, а в иконке, которая имела большую сентиментальную ценность. Полицейские наградили подростков небольшими подарками и официально поблагодарили. Во Врославе оштрафовали женщину, подделавшую тест на коронавирус. Во время проверки документов сотрудники пограничной службы из Врослава обнаружили молодую женщину, которая должна была быть на карантине. Правонарушительницу оштрафовали на 500 злотых за несоблюдение карантина и готовится дело о уголовной ответственности. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует...